Привет, ребята, и добро пожаловать в это видео. Как видите, оно довольно необычное. Вы можете спросить, зачем все эти цветы. Это для того, чтобы вам помочь визуализировать, представить себе зеленый цвет для данной медитации. Поскольку все знают, что коронавирус сейчас шагает по планете. И все мои знакомые, подруги, они в последнее время без конца пишут мне в WhatsApp и спрашивают, Оля, что у вас там в Новой Зеландии? Говорят про коронавирус, как у вас там дела? Да, у нас в Новой Зеландии тоже это большая тема. В магазинах тоже сметают продукты, рис, туалетную бумагу, полки-полпустые, паника. В общем, такая атмосфера волнительная. И для того, чтобы немножечко успокоиться, я предлагаю вам пройти со мной такой сеанс медитации. Если это ваша первая медитация в жизни, то я очень рада добро пожаловать. Я занимаюсь сиделкой медитацией уже с 2007 года, то есть больше 13 лет. И могу сказать, что медитации, они меня очень гарнизируют, успокаивают. Особенно, когда вот такая атмосфера в мире происходит очень тревожная, да, все паникуют, вы начинаете заражаться этой паникой, и вот этот уровень стресса повышается, я предлагаю вам сейчас со мной пройти эту прекрасную медитацию. Она не только поможет вам успокоиться, заземлиться и представить вокруг себя такой, как шар защиты зеленого цвета, но также эта медитация прекрасно развивает ваше пространственное мышление. То есть, если вы художник, дизайнер, архитектор, это будет прекрасный способ вам развить пространственное мышление, воображение. Но, в принципе, для тех, кто не художники, кто представители других замечательных профессий, эта медитация тоже будет прекрасна и полезна. Так что давайте начинать. Начнем мы с дыхания. Я подказала для себя такую небольшую схемку этой медитации, чтобы не забыть важные моменты. Давайте начнем с дыхания. Вначале у нас, да, сейчас будет медитация, и в конце я еще дам несколько советов по тому, как повысить свой уровень иммунитета, потому что, конечно же, наш иммунитет, наша иммунная система, это как такой щит защиты нашего организма от разных вирусов, да, не только от коронавируса, но и от каких-то вирусов гриппа, простуд и так далее, что в весеннее-осеннее время очень частая история, к сожалению. Итак, давайте начнем с дыхания. Сейчас мы будем вдыхать. на 4 счета, задерживать дыхание на 4 счета и выдыхать на 4 счета. Итак, 3 раза будет. Итак, давайте начинаем. Вдох. Раз, два, три, четыре. Задержка дыхания. Раз, два, три, четыре. Выдох. Раз, два, три, четыре. Опять вдох. Раз, два, три, четыре. Задержка дыхания. Раз, два, три, четыре. И выдох. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Вдох на 4 счета. Раз, два, три, четыре. Задержка дыхания. Раз, два, три, четыре. И выдох на 4 счета. Раз, два, три, четыре. И сейчас вы можете дышать в своем ритме. Теперь закройте, пожалуйста, глаза и постарайтесь представить себе зеленый цвет. Именно поэтому вокруг меня растения, арбузы, зеленые яблоки, цветы, чтобы помочь вам представить этот цвет. Возможно, если вы художник, да, на моем канале в основном художники, дизайнеры, архитекторы, то вам будет немножечко проще это сделать. Если вы в первый раз представляете себе какой-то цвет в голове, возможно, это будет немножечко посложнее, но ничего страшного с практикой. Все обязательно получится. Это совсем несложно. То есть вы можете выбрать или что-то простое, или представить себе зеленые яблоки, или какие-то растения, да. Но давайте сейчас закроем глаза. И представим себе, например, зеленый лук. Зеленая трава, лук освещен солнцем. Может быть, вам легче представить будет какую-то березовую рощу. Той же солнечный свет пробивается через листву. Возможно, вам приятно представить будет себе хвойный зеленый лес, такой красивый оттенок зеленого, такой темно-зеленый, хвойный, изумрудный. Представьте себе, пожалуйста, себя сейчас на природе. Может быть, вы представите себе свое любимое место на природе. Может быть, это какой-то лес вам знакомый, или ваша дача, бужайка на даче. Может быть, это одно из мест ваших путешествий. Может быть, вы были в Карелии, на Бали, на каких-то островах. Представьте себя в этом прекрасном месте на природе. Сделайте глубокий вдох. И с выдохом представьте, как вы расслабляетесь на природе. Все хорошо. Светит солнце, поют птицы. Представьте себе эту гармонию природы. Представьте себе, что вы окружены зеленым цветом. Это листва, трава. И теперь в вашем воображении усилите яркость этого зеленого цвета. Представьте, что у вас как такой бегунок, по которому можно провести и поднять, усилить яркость, сделать этот зеленый цвет более насыщенным. Представьте себе, сейчас, как вы на четыре счета делаете его все ярче, ярче и ярче. Ярче, 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 еще ярче. И представляете, что этот зеленый цвет начинает собираться вокруг вас и формировать, как такой шар защиты. Он начинает вращаться вокруг вашего тела, хоть часовой стрелки. Этот зеленый цвет, потрясающе красивый, изумрудно-зеленый цвет. Очень яркий, сияющий, насыщенный. Представьте себя в этом шаре зеленого цвета. Зеленый цвет я выбрала не случайно, символически это цвет здоровья. Это то, что сейчас нам всем очень важно. И представьте, что этот зеленый шар начинает расширяться. И он охватывает уже не только ваше тело, но и пространство, в котором вы находитесь. Эту комнату он расширяется дальше и захватывает здания. Он расширяется дальше и захватывает ваш город. Он идет дальше и захватывает уже всю страну. Далее охватывается зеленым шаром вся планета Земля. Представьте себе, что вы полностью защищены. Представьте себе ваших родных и дорогих вам людей. Может быть, это ваши родители, дети. Может быть, это ваши родственники, друзья, ученики. Просто близкие, дорогие вам люди. Окружите их тоже сейчас этим зеленым шаром защиты. Почувствуйте, как повышаются ваши вибрации. Представьте себе сейчас четыре выключателя. На одном написано иммунитет, на другом – здоровье, на третьем – настроение и на четвертом – спокойствие. Посмотрите, где сейчас находится эта ручка, такого рычага-воключателя. И сейчас мы будем поднимать ваш уровень иммунитета, здоровья, повышать уровень вашего спокойствия и улучшать настроение. Мысленно представьте себе, что вы берете выключатель иммунитета и поднимаете его с точки нуля до максимальной отметки десяти. Отлично. Вы подходите к следующему выключателю – здоровье. И вы поднимаете его с нуля до десяти на максимум. Следующий – это настроение с нуля до десяти на максимум. И последний, четвертый – это ваш уровень спокойствия. С нуля и поднимаем до десяти, до самого максимума. Почувствуйте сейчас свое состояние. Глубоко вдохните еще раз. Глубоко выдохните. И можно славно выходить из медитации, открывать глаза. Пожалуйста, оставьте в комментарии свои ощущения, мысли, какие у вас эмоции от этой медитации. Чувствуете ли вы сейчас себя более расслабленным, более успокоенным, более защищенным. И в конце этого видео я обещала вам дать несколько советов по тому, как еще поднять свой уровень иммунитета. Итак, особенно для девочек и всех сладкоежек, к которым я себя особенно раньше относила, пожалуйста, сейчас, особенно эти дни, постарайтесь снизить уровень сахара. Да, вот именно Refine Sugar, вот этот белый сахар. А также, даже Brown Sugar, вот этот коричневый, кокосовый сахар, да, какой-то Maple syrup, кленовый сироп. Потому что сахару очень много разных названий. Пожалуйста, снизьте потребление сахара. Он почти везде, он даже может быть в томатной пасте, которую вы покупаете в магазине. Конечно же, в конфетах, булочках, шоколаде. Кстати, по поводу шоколада я для себя нашла выход. Я нашла шоколад, как раз вчера ездила в Нивермагг. И, ну, там, конечно, полупустые полки, люди в панике бегают. В общем, было такое не очень приятное ощущение, хотелось оттуда поскорее выйти. И психологически захотелось какой-то такой еды, да, которая умиротворяет, применяется шоколад. И я нашла вот такой 95% какао. Называется Ultimate Duck. По составу тут сахар на самом последнем месте. То есть обязательно смотрите состав. Потому что очень часто в каких-то мюслях, других продуктах сахар стоит чуть ли не на первом месте. Первое или второе место. Вот смотрите, чтобы, если уж вы что-то покупаете с сахаром, то чтобы он стоял на последнем месте. Да, то есть вот здесь 95% какао. Также, да, кстати, это не реклама шоколада, если что. Вот мой такой личный совет всем сладкоежкам. Если вам тяжело полностью исключить сахар, то постарайтесь хотя бы заменить, да, вот этот белый сахар на, например, мед в чай. Если вы чай с сахаром пьете, заменить на какие-то сладкие фрукты. Да, то есть постепенно уходить, потому что я знаю, что это совершенно неэффективно. Полностью сразу отказаться от всего. Может быть, один день вы продержитесь, но на следующий день вы сорветесь. И все будет еще хуже в итоге. Так что заменяем все сладкое на какие-то фрукты, на шоколад без сахара или с минимальным содержанием. Потом, конечно же, алкоголь. Если вы, например, пьете вино, то вот это время, сейчас, когда такая ситуация с вирусом, постарайтесь вообще полностью исключить вино. Да, ну или сделайте что-то, что снижает уровень. Например, если вы пьете один бокал вина в два дня, например, один бокал вина в неделю. Как-то снисти для себя, поймите, что для вас новая норма будет. Но в идеале, конечно, совершенно исключите алкоголь. Для тех, кто вообще не представляет себе, как люди живут без алкоголя, я хороший пример. Я принимаю, управляю алкоголь, наверное, лет 10. И совершенно счастлива. Затем мы заменяем какие-то плохие жиры, которых очень много в фастфуде. Да, вот это пережаренное много раз прожаренное масло, да, которое уже приводит в транс жиры. Они очень сильно снижают ваше здоровье, ваш иммунитет. Измените на полезные жиры, да. Может быть, авокадо, может быть, какое-то пленое масло, да, чтобы добавлять в пищу. Потому что жиры нам необходимы, какие-то орехи, семечки пиклиные, например, или кедровые, грецкие орехи. И также очень важно с мучным разобраться. Постарайтесь, особенно на это время, не употреблять сейчас пасту, булочки, круассаны, вот всю эту вкусняшку вашу любимую. И изменить ее, например, на гречу, это будет самое лучшее, на какую-то отварную картошку, на рис. То есть вы увидите, что это уже очень здорово поднимет уровень вашего иммунитета, вашего здоровья. Также, несмотря на то, что сейчас все говорят, что избегайте толпы, избегайте общественного транспорта, магазинов и так далее. Подумайте, что вы можете сделать. Например, может быть, вы в состоянии как-то онлайн покупать продукты с доставкой на дом. Да, подумайте, что вы можете в этом плане сделать. Но на воздух выходить все равно очень важно. Если у вас есть рядом какой-то парк или лес, или даже если вам нужно доехать до этого парка, то сделайте это, потому что свежий воздух, солнце. Даже если оно где-то за облаками, все равно вот этот ультрафиолет, этот витамин D вам сейчас необходим, потому что витамин D очень-очень помогает вашему общему самочувствию. Ну и, конечно же, сон. Конечно же, сон. Постарайтесь ложиться пораньше. В идеале, конечно, в 10 вечера. В 10-11 вечера до полночи. Это самое-самое такое хорошее время для сна. И, да, еще по поводу льды я забыла сказать, что для всех любителей кофе, особенно с молоком, кока-колы, пожалуйста, пожалуйста, посоль на это время. Постарайтесь его избегать, да, или хотя бы снизить количество потребений. Потому что у меня есть знакомые, которые могут по 4 чашки кофе выпить. Потому что кофе в любом случае, да, с кофеином, он поднимает ваш уровень стресса. На что заменить? Вот в последнее время я заменяла кофе, полностью его исключила, заменив на мачо. Это такой зеленый чай в порошке, очень концентрированный зеленый чай на такое количество, такое же количество, примерно, кофеина, как и в кофе. Но там есть также хорошие антиоксиданты, и они не дают мне вот этого сердцебиения, например, которое у меня получается, появляется от кофе. Может быть, вы замените это на какие-то другие чаи, может быть, на черный чай, обычный зеленый чай, да, какой-то сенча, молочный лун. Возможно, вы предпочитаете ройбаш, это один из моих любимейших напитков. В идеале, действительно, побольше пить просто в воде. И если вам вода как-то на вкус не очень, да, то попробуйте туда добавить лимона, несколько капель, да, ломтик лимона, имбирь. И желательно, чтобы вода была теплая, да, не холодная, а теплая. Это очень-очень все будет полезно. Ну что же, ребята, я очень надеюсь, вам понравилось это видео, оно получилось таким спонтанным. Я желаю вам спокойствия, гармонии, я желаю вам как можно лучше себя чувствовать эти дни. Не паникуйте, пожалуйста, все будет хорошо, потому что примерно каждый год что-то происходит, да, если вспомнить, там, свиной, гриб, птичий, гриб, какая-то мировая экономика, в 2008-м развалилась, там, доллар, евро скачет. Пожалуйста, главное, постарайтесь какой-то свой внутренний стержень, да, внутреннее состояние держать в балансе, в гармонии, потому что если вы будете тоже паниковать и стрессовать, как и все вокруг, от этого никому легче не станет. Вашим родным, вашим, там, детям, мужьям, родителям, от этого легче не станет, да, если они будут видеть вас спокойным человеком, умиротворенным, уверенным, то это всем будет очень здорово, наоборот, помогать и поддерживать. Так что я вам желаю здоровья, я вам желаю гармонии, прекрасного самочувствия и до новых видео. Пока-пока! Да, конечно, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. И мне очень интересно будет почитать ваши эмоции от этой медитации, потому что для моего канала это что-то совершенно новое. Пожалуйста, оставляйте комментарии внизу, я вам буду очень благодарна. И до новых встреч! Пока-пока!